Первый раунд переговоров, строящийся вблизи Вирнюса Белорусской АЭС, прошел летом. Тогда, казалось, стороны ни к чему не пришли и остались при своем мнении, продолжая взаимные обвинения. Даже пресс-конференции по итогам переговоров развели в разные места. Литовская сторона отчиталась в Министерстве энергетики, а Беларусь в своем посольстве в Вирнюсе. На этот раз главы диригации находились за одним столом. Мы должны сказать, почему мы здесь. Потому что, по нашему мнению, проект Белорусской АЭС был начат без завершения оценки воздействия на окружающую среду и на неподходящей площадке. Мы видим, что строительство началось в 2008 году, и только потом проводились исследования. Литва обжаловала такой порядок. Признано, что Беларусь нарушила целый ряд требований Конвенции ЭСПО. В марте стороны встречались в Женеве, и комитет, увидев, что нет договоренности по ряду вопросов, методологии, процедурным и другим, предложил провести такие встречи. Мы можем констатировать тот факт, что по большинству вопросов есть позиция литовской стороны, есть позиция белорусской стороны, и компромисс между этими позициями может быть достигнут, в том числе в рамках двустороннего соглашения, которое, как мы надеемся, с учетом принятого приглашения литовской стороной, мы будем обсуждать в конце октября в городе Минске. Белорусская сторона в очередной раз подчеркнула, что об остановке строительства не может быть и речи, однако по другим вопросам договориться можно. Белорусская сторона как раз-то неоднократно призывала литовские власти, представителей государственных органов Литвы начать конструктивный диалог. На сегодняшний день, я думаю, что, в том числе и для всех присутствующих, очевидно, что Республика Беларусь не приостановит строительство белорусской атомной станции. Я не знаю таких мотивов, которые бы послужили для начала такого процесса. Поэтому, на взгляд белорусской делегации, на взгляд белорусских представителей государственных органов, было бы правильно, чтобы сегодня мы в рамках компетенции соответствующих государственных органов, имеется в виду и Министерство окружающей среды, и Министерство энергетики, Министерство здравоохранения обоих государств, начали бы конструктивный двусторонний профессиональный диалог для того, чтобы совместно с литовским государством мониторить ситуацию в зоне строительства атомной станции. Литва, судя по всему, планирует дождаться конкретных миссий международных организаций. Во время прошедших переговоров, диригация нашей страны не стала подписывать никаких документов, продолжая настаивать на получении ответов на ряд вопросов. Косновь стабина, считается, что с таким моментом... Нас удивило во время этой встречи, что белорусская сторона не признает, что нарушила конвенцию ЭСПО, и что в отношении Беларуси начата процедура нарушения. Чтобы ее остановить, необходимо провести домашнюю работу. Наблюдая за процессом, мы понимаем, что эта конвенция и дальше не будет соблюдаться, особенно в контексте оценки воздействия на окружающую среду, так как мы видим, что строительство идет дальше. Мы видим небольшой прогресс. Белорусская сторона пригласила на площадку Сид миссию. Кроме того, в островце пройдут стресс-тесты. Но этот прогресс очень медленный. Следующий раунд переговоров должен пройти в конце осени. Денис Тарасенко, Первый Балтийский канал.